Вера вечно, Вера славна, Наша вера, православна. Владыка, благословите. Божье благословение. Владыка, сейчас часто задают вопросы, которые трудно людям разрешить. Обзывают друг друга еретиками и по вопросу почитания Суббота Ветхого Завета и Дня Воскресного. Нужно ли в Новом Завете почитать Субботу? Да, я слышал эти вопросы, конечно, они давно уже поднимаются. Я еще в Дивеево был, там есть монахи, которые принимают постриги, тоже соблюдали Субботу и, как бы сказать, в некоторые дискуссии входили. И с того еще времени, как я задался этим вопросом и молился Господу, чтобы как-то Господь помог этот вопрос как-то разрешить именно так, чтобы у людей вопросов не осталось. То есть, вот именно бывают такие вещи, когда человек говорит даже, знаете, по канонам церкви и вроде как бы все правильно зачитывает, да, то есть, приходят какие-то вот именно споры, неразрешение вопросов. И мне хотелось спросить от Господа именно благословения, чтобы Господь открыл этот вопрос и сказать его людям так, чтобы все люди приняли это. То есть, я имею в виду люди православные, то есть, вот христиане. То есть, и обычно так Дух Святый управляет, что когда открывает что-то, людям хочется это слушать, принимать, то есть, как бальзам на сердце ложится. Вот, и как раз вот именно сегодня Господь в полной полноте открыл касаемо этого вопроса. Я, конечно, видел, есть видеоролик некто русского, и там еще с какого-то канала, и слышал, что обзывание идет, там, еретик некто русского называют, то есть, что он говорит, что надо вот именно субботу чтить. Притом, некто русский, он говорит такие слова, что на это же написано в Библии, что слово Божие вечно. То есть, и вот такие вот, как бы, недоуменные вопросы появляются. На самом деле, понимаете, здесь есть некоторый момент, который, я думаю, что и одна сторона, как бы, может не понимать, то есть, да, обзывает человека еретиком официально, то есть, его должна церковь осудить, чтобы так называть. Поэтому мы можем как-то заблуждаться, да, то есть, какие-то слова говорить. Даже проповеди есть некоторые, которые мы где-то заблуждаемся, мы люди-человеки грешные, и, как говорится, всяк человек ложь. Вот, у нас об этом есть моменты, когда жили святой Иван, пророк, святой Варсонофий великий, и один брат, монах, написал письмо святому Варсонофию и говорит, как так вот в одном и том же вопросе некоторые святые разнятся между собой, и такие моменты часто случаются. Он пишет, что такие вещи в смущение меня вводят, и я смущаюсь, и не знаю, как мне быть, что мне делать. Варсонофий великий его, конечно, как бы сказать, жестко вразумил, то есть, сказав, что ты маловерный, то есть, слишком быстро подпускаешь дух сомнения к себе, то есть, не разбираясь в каких-то вещах, уже подпускаешь дух сомнения, он тебя уже в сердце заходит, начинает мучить. Но, чтобы твоя душа не погибла, он говорит, я тебе объясню, что есть, говорят, такие вещи, когда, допустим, святые отцы говорят, что им что-то Бог открыл, то это истина, надо в это верить, это правда. То есть, а когда святые отцы наши, допустим, говорят какие-то вещи, проповеди, не спрашивая в молитве у Господа, так это или нет, но взяли это от своих отцов. То есть, те, которые отцы их воспитывали, то есть, да, вот, они как бы какие-то вот именно размышления насчет одной или другой темы, они это брали, принимали как за истину, да, то есть, и также людям это рассказывали, бывали ошибки, то есть, да, вот. Вот, поэтому святой отец, он говорит, что когда говорят, что Господь открыл, то есть, да, надо принимать. То есть, вот, ошибки бывают, когда мы что-то от отцов своих берем, и бывают ошибки в этом отношении. То есть, вот это у всякого человека есть, потому что всяк человек, он ложь. Вот, есть такие вещи, когда человек что-то говорит, допустим, одно в каких-то вещах, а сердцем, всем сердцем пылает и жаждет любить Господа. И Господь бывает, знаете, как вот, как вот мытарь, да, вот именно, бия себя в грудь, говорит, Боже, буди милостив мне грешному. И прежде чем сказав эти слова, он набрал, он почувствовал всю свою греховность, которая есть, то есть, да, не перечисляя какие-то слова, там, допустим, он сказал вот именно с чувством таким сильным, ощущая свои греховности, оскорбление Бога, оскорбление своей совести. И Господу было достаточно, чтобы простить его. И также Господь говорит, что если будучи у вас как багряна, то есть, уберю как волну, как снег, да, то есть, вот. Все вот эти вот моменты, они как бы для чего говорятся? Что нам прежде чем какие-то вот вещи говорить, обзывать, особенно словом, еретиком, да, то есть, надо все-таки постараться этого не делать. Причем эти высказывания бывают именно, знаете, как вот, бывает человек не понимает слова, когда Господь говорит, что я есть Дух и Истина. И когда говорились какие-то слова Господом, непонятные для людей, Господь говорит, что это слова сии, Дух и Истина. И вот каждое слово наше, которое мы читаем от Господа, мы их должны именно понимать в Духе, понимаете? И когда люди начинают именно понимать умом и начинают размышлять о каких-то вещах, то бывают непонимания. Вот я сейчас еще скажу некоторые вещи, когда был святой Николай Чудотворец и святой Спиридон Тремифутский, вот этот вот именно простой такой вот дивный божий человечек, когда его позвали на собор, он там присутствовал, и была дискуссия с еретиками, то есть вот именно которых потом осудили, то есть касаемо Господа Святой Троицы. Именно чем больше, допустим, одна сторона задавала вопросы, со страстью другая сторона, то есть именно, допустим, заблуждающих людей, они выискивали, как доказать обратное, то есть, да? И когда святой Спиридон захотел слово сказать, там братья наши, они как бы отцы немножко не хотели давать ему говорить, потому что он простой, мог с простоты своей что-нибудь не так сказать. Но он все-таки начал говорить, и именно тому человеку, который особо сильно пререкался и доказывал, он начал говорить слова в простоте, то есть в простоте Божией. И смотрите, как на этого человека, заблуждающего, подействовали эти слова. Он сказал, вы знаете, братья и отцы, что когда мне люди доказывали что-то, что это так или не так, я с пристрастностью доказывал им обратное. То есть, когда этот человек с простотой такое сказал, и оно так принялось моим сердцем, этот человек покрестился и стал православным. Вот видите, как простое слово, оно не разгорячает, как бы некоторые стороны людей, спорящих, а наоборот, как росы благодати, окропляет. И поэтому слова святого Макария Египетского, который говорит, что доброе слово, оно и из гордого, то есть делает смиренного, то есть слово гордое, оно бывает и человека спокойного из себя выводит. То есть, да, вот именно. Поэтому надо постараться в этих словах, вот именно особенно касается именно Библии, стараться не так вот с такой вот именно рвением не обсуждать, а вот именно понимать, что Слово Божие есть Дух. И поэтому вот именно исходя из этого приступим вот к этому вопросу. Когда некто русский говорит, что ведь в Библии написано, что Слово Божие непреложное, оно должно исполняться вечно. Сто процентов я с вами с этим согласен. Это неизменно. Но, как повторюсь еще раз, вы принимаете эти слова по букве. А Господь есть Дух и Истина. То есть, поэтому то, что Господь сказал, Он это исполняет. Дело в том, что у нас, понимаете, раньше эти вопросы поднимались в сфере канонов, потому что, когда люди начали только первое христианство появляться, то есть, у нас слишком много было Пасхи вопросов с иудеями. И многие такие вопросы, которые касались именно законов иудейских. И у нас многие потом соборы собирались для того, чтобы связать. То есть, и как вот именно один католик писал Марку Ефесскому и говорил, почему же я не могу изменить символ веры, если, допустим, это слово, оно достойно Бога. То есть, оно никак его не оскорбляет. И раньше же у нас отцы святые же меняли на соборах. То есть, дополняли, как бы сказать, именно символ веры. И святой Марк Ефесский ответил, что так точно. То есть, можно было именно это делать до того момента, как собор связал, и собралась полнота, и собор сказал, что вообще кто слово убавит или прибавит, да будет отлучен и прохлад. То есть, понимаете, у нас батюшка Серафим Саровский говорил некоторые такие слова, что иди молись за этих людей, ибо они связаны в вечности. То есть, каждый человек, который именно начинает нарушать каноны церкви, он выпадает из самой церкви. То есть, первое, духом святым отлучается, потом через какое-то время уже самим законом, то есть, соборным каким-то постановлением. Если люди не вразумляются, поэтому их называют упорный еретик, упорствующий. То есть, вот именно доказывающий, Господь также сказал, да, то есть, если согрешит, брат, против тебя обличи его, то есть, коротко. Если не поймет, приведи свидетеля. Если опять не послушает, скажи церкви. Если церковь не послушает, да будь как мытарь и язычник. То есть, Господь это показал, вот именно, само упорство. И здесь вот этот вот именно момент, что касается именно вот этих вот первых веков, там многие вопросы поднимались по поводу иудейства, то есть, Ветхого Завета и так далее. То есть, и у нас потихоньку-потихоньку над каждым вопросом создавалось какое-то правило, соборное постановление. Так у нас апостол в 70-х или в 60-х, по-моему, годах, при апостоле Марке, по-моему, если не ошибаюсь, был первый собор в Иерусалиме, где было вынесено постановление, что законы именно Ветхого Завета, они не доводят до совершенства, не спасают. Они как бы более открыто было, тоже толкование на это, что эти соборы, они больше всего, как бы, знаете, уберегали еще людей, еще дальше от Бога, чтобы человек не отошел. И поэтому, то есть, собирались каноны, которые постановили в отношении Воскресного дня, в отношении Субботы. Но я сейчас как бы больше хочу не об этом сейчас сказать, только вот из-за этих канонов, то есть, о некоторых русского называли еретиком. То есть, вот, я сейчас хочу больше сказать о другом, о том, что человек искренне чего-то не понимает, потому что он знает, что Господь сказал, и должно слово быть неизменное. Это точно справедливо и правда. Сейчас вы его услышите дальше и поймете все. Дело в том, что наши толкователи, то есть, когда вот именно законы вот эти сделали, то есть, люди разделяться начали на некоторые, сказать, споры. Одни говорили, что как так ведь, ну, как вот некто русский, да, что как так ведь сказано, что должно вечно быть, то есть, да, почитание Субботы. То есть, вот, а другие говорили, что это каноны созданы, надо соблюдать каноны, чтобы в церкви самой остаться. То есть, вот. Но сами вот эти, как бы, вот именно рассуждения умом на эти каноны, они никогда не приносили мир людям. Поэтому Господь, любящим Духом Святым Своим, вложил нашим богословам, Святым Отцам, растолковать в Духе слово о субботстве. То есть, и потом уже все это поняли и успокоились, и все стало в мире. То есть, вот. И что говорят, это я сейчас скажу, вот, прямо от отцов, которые только некоторые, да, это Макарий Египетский, Максим Исповедник, Святой Марк Подвижник, Святой Иустин Мученик, Ириней Леонский. Это вот именно те, да, вот есть некоторые еще, которые от апостола Ивана Богослова, ученики, да, то есть, вот, поэтому, то есть, это из первых уст, как бы, идут такие вещи. То есть, Господь явно Духом Святым начал открывать этим людям. И Он сказал такие, то есть, через Святых Дух сказал Святые такие вещи, что Слово Божие, которое дано было о субботе, то есть, почтение, то есть, да, во Христе Иисусе воскресный день по воскресенье исполнилось полностью. То есть, Господь нас научает, что это слово не отменяется о субботе, а наоборот, Господь нас научает, чтобы мы во Христе Иисусе субботствовали каждый день. Понимаете? Потому что суббота есть покой. И в покое, то есть, во Христе Иисусе мы обретаем покой, прощение грехов и покой, то есть, примирение с Господом происходит, и приходит покой. И святые отцы говорят, то, что Господь наш Иисус Христос, Он нам помогает субботствовать всегда. То есть, да, то есть, вот именно всегда быть в покое, то есть, в примирении со Святой Троицей. То есть, и вот эти вот слова, они настолько имеют духовный смысл. И хочется, братья и сестры, чтобы вы поняли, что Слово Божие неизменно и не нарушается, но Слово Божие – Дух и Истина. И умом просто так, по канонам, допустим, по законам, каким-то, да, мы не можем понять это всё. То есть, и святые отцы наши начали научать, что Господь раньше, то есть, да, вот именно людям дал, как бы сказать, один день, то есть, да, в Новом Завете. То есть, Он их научает молиться в Духе Истины. То есть, истинные дети Божьи, они, для них не нужно ни пространства, ни помещения, то есть, да, то есть, Господь упразднил всё и сказал, что скоро придёт время, что не на Горисии будут молиться, а везде, то есть, да, в Духе Истины. То есть, поэтому мы знаем, сколько духовных отцов, которые именно находясь, да, неважно, там, по дорогам идут, и у них сердце в благодати горит. То есть, да, вот именно, то есть, Господь, Он управил так, что Он нас научает субботствовать всегда. То есть, понимаете, то есть, если мы понимаем, что суббота – это день покоя, то есть, и Господь нас через Иисуса Христа, то есть, научает субботу субботствовать всегда. Если в Ветхий Завет, то есть, законы научали нас не соединяться со Христом, а хотя бы ещё дальше не отойти от Него. Поэтому, Святой Павел говорит, что суббота Ветхого Завета, есть тень будущего, понимаете, вот, потому что произошло великое. В Ветхом Завете Дух Святый находился снаружи, то есть, и поэтому люди не могли спастись в Новом Завете по воскресении Христовым и причастии, да, вот именно крови тела Божьего. То есть, люди, как сказать, то есть, Дух Святый начинает в сердце у людей пребывать. То есть, раньше он находился вне, то есть, да, то есть, а сейчас в Новом Завете, то есть, Дух Святый находится в самом нашем сердце. И поэтому Царствие Небесное внутри нас есть. И когда Дух Святой приходит и начинает гореть в нашем сердце, приходит покой. И даже этот покой называют всяк ум преимущий. Вы знаете, когда у меня рукоположение было во священника, во романаха, насколько было возможно, я этот покой ощутил, поэтому говорю, не прочитано просто о книжечке. Этот покой настолько действительно всяком преимущий, что сердце находится в блаженном состоянии, его невозможно не оскорбить, оно не обижается, оно не злится, оно не раздражается. То есть, да, и улыбка, которая на лице, она просто не могла сойти с меня, потому что это было невозможно. И вот эти вот именно прикосновения Духа Святаго Благодати, это и есть само свидетельство, что рукоположение, оно действенное. То есть, да, вот именно случилось. То есть, вот именно. И очень страшно, когда люди сейчас, допустим, получают рукоположение, крещение, постриги и не ощущают воздействия благодати Божией. Поэтому случаются страшные вещи, такие, как вот люди, допустим, знаете, постригли одного человека, и ночью какая-то сила его подняла и отшвырнула на метр два от кровати. И этот сам человек, бедный, поднялся и в ужасе, и не поймет, что с ним происходит. И вот эта вся ситуация, она происходит только из-за того, что когда вот именно человек крестится, то есть, возле него находится ангел Божий, да, и, конечно же, бес, который искушает в той только степени человека, то есть, бес, да, в какой степени ему сила подается от ангела, чтобы человек мог сам выбрать, то есть, сам либо принять. И поэтому человек будет судим, потому что ему в равной мере это все дается. И вот когда нас пастыри начинают, допустим, постригать, а воли Божьей на это нету, то в человеке, допустим, ангел остается тот же, который был именно при крещении, то есть, да, как вот мирянина, а дух нечистый удваивается. И поэтому с человеком происходят такие вещи. И бывает то, что эти, как бы сказать, вот именно люди становятся не просто черными головешками, а они от насильственной вражей силы начинают погибать. И люди погибают. То есть, и священники бывают повинны в том, что они делают, как бы, такие вот вещи. Поэтому это все очень страшно. И хорошо бы Господа молить и иметь удостоверение от Бога, что этого человека надо постричь или еще что-то. Но бывают и разные, конечно, ситуации, которые человек мог бы пойти этим путем, но не пошел, допустим. Но я сейчас больше, как бы, почему коснулся этого вопроса, потому что говорил о духе Святого Анатольца. Поэтому сам Христос, он и через Илью пророка показал, что он пришел в таком тихом ветерке. То есть, да, вот именно Господь, он всегда покой. Дух Святый всегда мир, всегда радость. То есть, да, нету мятежа. То есть, а у бесов, наоборот, дух мятежный. Поэтому вот именно суббота, о которой говорил Господь, что она неизменна, то есть, да, слово, которое говорит, оно вечно. Это так и есть, это истина. Но мы ее понимаем умом буквально. А по букве, где буква, там нету духа. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы вас попросить, вот именно, чтобы вы постарались вот так друг друга не оскорблять, не обижать. Если есть возможность спросить у Господа, как возможно вразумить того или иного человека. Я думаю, что люди, которые, допустим, выпускают какие-то видео, если они и заблуждаются, то заблуждаются искренне. То есть, потому что в сердце хотят Богу служить. И как умеют, служат на своем месте. Как бы сказать, талант, который им дается, они хотят его не закопать. То есть, вот. А если человек уже осознает, услышит правду, да, то есть, вот, а все равно уже, как бы сказать, упирается, упорствуется, то тогда уже сам Господь уже будет определять место, положение этого человека. Вот. Помоги всем, Господи. Ни с кем ругаться не хочется в этих отношениях. Мне больше всего хочется говорить о Господе нашем Иисусе Христе. Это единственная радость, в которой я живу. И в разговоре с вами мне хочется говорить только об этом. о Духе Святом, то есть, вот, который сейчас в наше время особенно очень важен нам. Поэтому, я думаю, братья и сестры, по поводу субботы, надеюсь, ни у кого вопросов не остается. Потому что это вся полнота Церкви нашей. Во-первых, это и каноны, которые постановили, да, то есть, именно, понимаете, и эти каноны растолковали богословы Духом Святым. Поэтому здесь никто ничего не нарушил. И Господь сказал, что я не нарушить закон пришел, но исполнить его. И Святой Апостол Павел говорит четко и ясно, что законы не спасали, не доводили до совершенства. То есть, вот. И также Святой Апостол Павел сказал, что суббота – это истень будущего. Вот. А почему тень? Потому что ничто не может сравниться с Христовым поступком, который Он сделал для нашего спасения. Умер и был воскресший. Да, то есть, вот. Причем, именно суббота, то есть, в Ветхом Завете научал, допустим, воздерживаться от каких-то вот именно внешних действий. То есть, да. А вот именно Господь показал, и когда обвиняли Господа и говорили, что ты дела эти делаешь, то есть, да, вот именно в день субботний Господь им сказал, что Отец мой делает, и я делаю. И когда Господь был в аду, понимаете, Он именно в это время спасал людей в субботу. А в воскресенье Он воскрес. То есть, да, вот именно. И, как говорится, даже в некоторых толкованиях почил от всех дел своих. То есть, вот. Смотрите дальше. День Господень называется воскресный день. То есть, субботство – это, как бы сказать, всегдашнее пребывание во Христе Иисусе Святой Троице нашей. То есть, это, как бы сказать, это, по сути, одно и то же. Только, как бы сказать, воскресенье – это совсем другое. То есть, да, вот именно. А по духу, то есть, слова Божьи, они настолько так дивно сделаны, что исполняя одно, то есть, человек исполняет всё. Не исполняя одно постановление – не исполняет всё. Потому что слово Божие – это и есть Бог. То есть, да, как апостол Иоанн говорит, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. То есть, вот. И вот эти вот моменты, они настолько важны, чтобы понимать это. Ну, смотрите, я сейчас хочу немножко вам приоткрыть некую тайну. Эта тайна, она, наверное, пойдёт, как бы сказать, коснётся, наверное, другого вопроса. Но из-за слова «воскресенье» я сейчас немножко коснусь этой темы. Дело в том, что, смотрите, воскресный день, почему его называют именно «день Господень»? То есть, и называют именно «больше всех дней». Потому что людям дано в Новом Завете, то есть, вот как Ветхий Завет, допустим, говорил нам, что надо от дел как-то воздерживаться, а Новый нам Завет говорит, что избавляйся от злой воли своей. То есть, да, вот именно наоборот. То есть, нас Господь призывает духовно действовать. То есть, да, и при этим духовном действии человек отрекается своего греха внутреннего, горды, нечиславия, себелюбия. То есть, и соединяется, примиряется со Христом и приходит в вечный покой. То есть, и когда отходят ко Господу, наши святые отцы где-то с улыбкой, да, как бы сказать, упокоиваются, то есть, во Христе Иисусе. То есть, и апостол говорил, как хочется именно, как сказать, чтобы это тело уже снялось, да, вот именно и ко Господу пойти, то есть, вожделенному. И вот в момент, который вот про тайну говорил, здесь, если посмотреть вообще историю, то воскресный день у нас настолько таинственно встречается всегда и везде. Только его называли как не воскресный день, то есть, а потом начали называть воскресный день. То есть, смотрите, создан был мир именно, как вот сказать, именно в тот день, когда Христос воскрес. То есть, понимаете, вот святой Иоанн Богослов в Откровении видел свое воскресный день. То есть, называя, причем там, то есть, толкователи называют святого Иоанна Богослова, говоря, что в день, который больше всех дней. То есть, да, вот именно вот эти вот очень важные такие вот моменты. То есть, и у нас есть такие вот именно повествования, что Господь, понимаете, что Он говорит? Он говорит, я есть Пасха, я есть Пятидесятница, я есть Суббота. То есть, понимаете, вот это настолько духовные слова, что Господь, вот именно когда через Богословов объясняет эти вещи, мы начинаем понимать смысл всего сказанного, и Слово Божие, которое было изначально сказано, оно вовек пребывает и исполняется. Самое главное, чтобы мы его правильно понимали и не ругались между собой. Я думаю, что это проповедь, так как очень много этих скандалов, слышал разногласий и таких вот вещей. Думаю, что Господь, если сподобил услышать меня и открыть это Духом Своим Святым, думаю, что и людям придет на пользу. Спасибо Господи за все. Насколько возможно было, я вам вкратце это сказал, конечно, тема настолько обширная. Если захотите, могу об этом и продолжить. Так, а можно еще вопрос? Да. Почему от некоторых проповедников, которые четко говорят по канонам, и в тот же момент от них чувствуется какой-то плохой Дух? Как такое может быть? Понимаете, когда мы раньше говорили на эту тему, что бесы даже в Светлого Ангела притворяются, то есть их можно только различить по Духу, потому что они Дух свой несут, мятежный, то есть Дух Христов они принести не могут. Поэтому здесь вот вся суть вот этих вот всех вещей, то есть может человек, допустим, который зачитывает каноны церкви, то есть он может это делать по наущению врага. То есть он может делать по наущению врага, но будучи, допустим, именно, как сказать, вот есть идол внутренний такой, который человек, когда говорит проповедь какую-то, он услаждается этим. Он услаждается, что кого-то победил. То есть, да, вот если мы, допустим, какого-то человека Господь через нас уразумляется, и радость приходится, что какой-то человек услышит, поймет и осознает, и перестанет брониться и попадать под власти врага. То есть приходится радость за спасение человека. То есть вот именно так Дух Господень действует. А именно вот эта вот внутренняя гордыня, которая у нас есть, которая вот именно любит поспорить, доказывать или еще что-то, она потом услаждается, что добил я тебя, доказал я это. То есть я, я, то есть, да, вот это вот идол я, которому многие люди служат. Вот, к сожалению, это практически у всех нас идет, и дай Бог, чтобы нам подальше избавляться от этого. Просто в ком-то это огромной мере, да, впылает, что, допустим, люди каноны, даже церковные, начинают изъяснять, а от них Дух очень плохой идет, и очень плохо становится. Либо прямо, знаете, какой-то мятежность ощущается, какая-то вот именно доказание, то есть и радость какое-то ликование, что человек ошибался, да еще и где-то в ереси, и погибал. То есть сам Христос, да, оставляет 99 погибающих, то есть, да, и идет, то есть 99 спасающих, прошу прощения, и за одним, за одной овцой погибающей, Господь идет, то есть, да, вот именно, и бывает, все небо радуется о том, что человек спасается, когда он кается, да, то есть вот. И поэтому я и говорю, что и на себе ощущаю, когда мне что-то Господь открывает, и хочется людям сказать, и у меня сердце ликует, и радует, и веселится, что именно какие-то вещи говорю, и даст Бог, чтобы прекратиться ругать какая-то, даст Бог, чтобы человек какой-то не заблуждался, а понял, и еще больше ко Господу пошел. То есть радость спасения, оно присутствует, то есть это есть именно частички той любви, которая нас не разделяет, потому что тело Христово, оно, понимаете, это не, ну, как бы сказать, можно сказать, тело Христово, допустим, кровь и тело Божие, то есть, да, а можно сказать, что тело Христово, то есть это мы все, то есть понимаете, мы все, которые причащаемся тело и крови Божией, поэтому мы и называемся члены, да, то есть вот именно, Апостол говорит, как ты скажешь, что тебе голова не нужна, потому что она больная, или рука не нужна, которая гниет, или нога. Мы как единый организм, и поэтому церковь призывает в единении, едиными усты, и единым сердцем воспевать и Господа нашего. И когда человек именно какой-то вразумляется, идет радость великая. Но у человека, который служит себе, у него начинается радость идти от того, что он доказал, что он все-таки был прав, я был прав, вот эта вся ситуация. И поэтому вроде человек говорит по каким-то канонам, а бывает такой дух исходит от него, что страшно приближаться, огонь какой-то, понимаете, едиенский огонь ощущается, и чего только нет. Поэтому старайтесь вот именно искать тихости, искать вот какой-то мирности, любви. Потому что Господь, когда говорит первую заповедь, возлюбить Господа Бога твоего, а вторую, подобно ей, вот такие вещи говорится, подобно ей, ближнего своего, как самого себя. То есть, понимаете, и ближнего, чтобы возлюбить, Господь это относит, подобно первой заповеди, чтобы любить Бога. И это на самом деле, это одно целое. Человек, который начинает Бога любить, он соприкасается Божией любви к созданию, к людям, ко всем. То есть, да, он начинает видеть, как Господь плачет о всех, как ангелы плачут. Когда человек сталкивается с ангелом, он видит, что ангел не участвует никогда в судах. Он когда видит плохое какое-то дело, он начинает плакать, что человек гибнет. Но никогда ангелы не участвуют в суде, они говорят, что ты плохой, ты такой, ты сякой. То есть, у них этого нет, это отсутствует у них, понимаете. Если только Господь какого-то ангела посылает, чтобы обличить, то есть, да, вот именно, чтобы человек разумелся, тогда да. То есть, это настолько вот такое, знаете, святое такое состояние, что не может Царствие Небесное радоваться, когда грешников отойдет. То есть, понимаете, вот. Поэтому и, как бы говорится, по духу, по плодам, которые, говорится, узнаете их, надо смотреть по духу. Потому что если человек, который, допустим, согрешит, а всем сердцем Господа желает любить, а его грех поднимает и начинает таскать везде. То есть, да, и мы можем, приняв эту информацию, поступить неправильно. Или, допустим, ложное мнение о человеке какое-то принять. В общем, как-то так вот. Насколько я сам вот именно ощущаю какие-то вещи, да. Вот когда даже сейчас вот говорю и представляю о том, что какой-то человек услышит и успокоится, наконец, и скажет, что на самом деле я понял все. И у меня радость за этого человека, что он осознает и не будет погибать. И дай Бог, чтобы он еще воскрылился и дальше начал делать какое-то свое дело, которое Бог ему благословляет делать. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владыка. А еще вопрос можно по поводу Пасхи. Почему мы Пасху в разные дни? Служим в разные дни? В разные дни, да. Да, подсчет у нас, да, идет. Это непростой вопрос такой, но я сейчас, милости Божию, постараюсь как бы сказать вкратце об этом сказать, потому что эта тема настолько обширная. И лучше, чем святой Златоуст Иоанн, об этом не сказал никто. И даже эта тема вот именно она особо касается именно дня воскресного и субботы, который вот первый вопрос вот был. Вы поймите, когда Господь именно проповедовал свое Святое Евангелие народу, когда был на земле. И брали камень и хотели его побить. И Господь как бы раз и уклонялся. То есть, здесь святой Златоуст, он говорит, что Господь, наш Иисус Христос, он не боялся. Здесь не было в страхе уклониться, убежать или еще что-то. Но время не пришло. И вот эти вот слова надо запомнить, что время не пришло. Что значит это слово? И вот когда мы начинаем узнавать, как Господь сотворил именно в какой день вот это вот именно свое страдание, оплевание, заушение и распятие, то мы начинаем понимать. Вот смотрите, Господь настолько подвел именно к тому, что в какой человек день был сотворен, в тот день человек и Господом. Почему Господь называет Новый Адам? То есть, Господь именно в этот день сотворения мира, Он воскрес. То есть, понимаете? То есть, вот смотрите, дело в том, что вот именно когда Господь создал мир, это был день весеннего равноденствия. То есть, там говорится именно о весне, потому что Господь траву создал. То есть, вот весеннее равноденствие, то есть, это вот когда, допустим, при сотворении, то есть, еще не было времени. И поэтому у нас, допустим, после сотворения началось отсчет времени. И поэтому у нас и день, и ночь, они были одинаковы между собой. И получилось, да, то есть, у нас вот есть вот три вещи. То есть, именно это человек, это полнолуние, то есть, которые встречаются, да, при сотворении мира, то есть, у нас вот. И вот Господу нашему Иисусу Христу надо было все так устроить, что именно в тот день, когда человек был создан, в этот день, чтобы он совоскрес со Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому это удивительно, что Господь сотворил вообще, это просто, знаете, когда вникаешь в слова святого Златоуста, просто от удивления одни слезы и радость идут. Что Господь, насколько же премудрость Божия, то есть, да, и поэтому ни один лист просто так у нас не падает. И вот именно, почему мы, когда начинаем именно Пасху отсчитывать, у нас впервые идет день весеннего равноденствия, то есть, да, после этого у нас идут именно луна, то есть, да, то есть, полнолуние, то есть, да, когда Господь распинался, полнолуние было, то есть, вот именно. И вот эти вот все действия, они именно сошлись на кресте Христовом, то есть, исполнилось все то время, то есть, в которое человек был сотворен. То есть, именно в первый день сотворен и называется в Святом Евангелии день воскресный, то есть, первый день. То есть, да, вот его называют первый день, то есть, его еще называют день солнца. И поэтому день воскресный, он, понимаете, не может быть стоять такого, что вот именно какой-то день выше его или еще что-то. То есть, это полнота Божьего чуда во спасении людей. То есть, именно когда полнолуние образовалось, когда Господь на кресте был, оно еще было противоестественно, потому что время было, что луны не должно быть, понимаете, было солнце. И как Святой Златоуст говорит, что солнце, когда пришло затмение, отвернуло свое лицо от того, что люди сотворили со своим Богом. Что даже солнце не стало смотреть на это. То есть, да, вот именно призывают именно христианина увидеть и заплакать от таких вещей, насколько человек может быть жесток. То есть, да, что даже своего Создателя вот так вот именно распять и убить. Поэтому Пасха, она и отчитывается у нас. То есть, допустим, если у нас, допустим, не пришло равноденствие, то мы не можем, конечно же, как бы совершать Пасху. То есть, она у нас, понимаете, отчитывается именно так, чтобы было и полнолуние, то есть, да, и засталась и суббота, то есть, и воскресенье. И пятница обязательно. Почему? Потому что в пятницу Господь наш Иисус Христос, там все его страдания. То есть, если мы пятницу не берем, то, значит, мы пропускаем дети страдания. Такого нельзя делать. И знаете, вот именно пятница. Если сейчас, конечно, я не ошибаюсь, я посмотрю, да, могу ошибиться в чем-то, прошу прощения заранее. Но, по-моему, в пятницу был человек сотворен. И Господь именно все эти дни у нас именно так подобрал, что в тот именно день, в который был сотворение мира, то есть, его называют первый день, да, то есть, вот, а также в Евангелии говорится, что в первый день пришли Магдалина ко гробу рано утром, да, то есть, при восхождении солнца. То есть, вот, именно называют именно первый день воскресенья. То есть, понимаете, вот, это вот такая вот тайна великая, что Господь сотворил. Поэтому он уклонялся, когда за ним гонялись и хотели камнями побить, потому что время еще не пришло. И вот Господь настолько дивно-премудро управил, что в тот день, когда сотворил именно человека, то есть, мир сотворил, именно в это время Господь так управил, что именно в это время Господь и сотворил наше спасение. Причем, именно понимаете, какая ситуация, что Господь мог, да, там, тысячу лет назад прийти, еще что-то. Нет. У нас именно в это время, то есть, да, вот именно в ближайшие, допустим, там, вот эти три дня появилась и Луна, то есть, да, и 14-й день Ниссана, как говорится, то есть, равноденствие, да, то есть, все это, как бы сказать, соединилось именно еще в воскресенье. То есть, да, вот именно, то есть, вот это вот все, то есть, это надо было ждать такое время, чтобы оно пришло именно вот. Ну, вот эта тема, она очень такая глубокая, и прошу прощения за космоязычество мое. Как мог, вот, не подготовившись, так сказать, объяснить. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Да, и нет больше, да, никаких вопросов. Братья и сестры, ну, конечно же, я хочу вас попросить, чтобы вы все-таки старались понимать, что Господь наш Иисус Христос есть Дух, и Слово, которое по Духу, оно всегда несет жизнь. Человек, которого касается благодать Духа Святого, Триопастастного Бога, он приходит в жизнь совсем другую. Поэтому я вас прошу, молю, бросайте уму заключение. Перестаньте судить, перестаньте выносить суды. Перестаньте в сердце быть, как бы сказать, знаете, анализирующим каким-то вот именно таким варометром, который определяет доброе или плохое. Отдайте Господу, чтобы Господь это судил. Это будет очень трудно, но это будет стоить того, потому что в наше сердце придет мир Христов. Любовь и анализ. Спаси всем Господу. Спасибо. Спасибо, Господи. Спаси Господи, братья и сестры, всех с праздником, встретенье Господне. Прошу прощения, что вот так вот лежа на кровати, снимаю видео, приболел немного. Видео все никак не успокаивается по поводу того, что светить в субботу. И многие люди, которые выпускают видеоролики, к сожалению, конечно, очень много хулы выпускают на Господа. Я в этом видеоролике постараюсь более четко объяснить некоторые вещи, чтобы они понимались людьми и покаялись, которые, как бы сказать, что-то говорят о Боге неверном. То есть, если Алексей мне говорит, некто русский, по видео, что почему я задал такой вопрос простой о субботе, и ты на 40 минут это все растянул. То есть, я задаю четкий вопрос, и надо ответить четко, коротко и ясно. Ну, что тут мудрить? Я вам скажу, дорогие друзья, что, допустим, взять слово поклонение, да, то есть поклон сделать, поклон. Что такое поклон? Почему его надо более православно объяснить, допустим, людям, которые также и мне какие-то вещи объясняли, более духовно и опытным. И объясняли не просто так вот именно, да, вот и слово поклон, это не просто физическое тело поклонить перед иконою, потому что в слове поклон сочетаются 3-4 какие-то вот вещи, да. То есть, это чувство, почитательность, то есть, да, вот именно когда все это и есть, твой физический поклон, все это вместе, это будет поклон. То есть, но если у тебя нету чувства почитания, чувства благоговения перед Господом, то есть, да, вот этих вот вещей нету, то твой поклон, он не будет поклоном. Поэтому вещи, которые говорятся в церкви многие, их не просто так людям в двух словах сказать. Очень многие сектанты, это вот именно баптисты, евангелисты и так далее, то есть, они именно так и делают. Вот эти вот адвентисты седьмого дня, они выдергивают слово Божие из контекста и говорят, вот коротко и ясно здесь сказано так, чего вы мудрите, то есть, да, вот именно. И вот от этих вещей, то есть, они начинают подходить и говорить, ты мне коротко ответь, вот как вот так? Вот ты мне скажи, начинаешь объяснять, да ну что ты опять там несешь, ты коротко скажи, вот коротко и ясно и все. Но если я вам сейчас пример привел про поклон, и вы, допустим, по толкованию святых отцов услышите и поймете, что говорю правильно, что в этом поклоне, если нету ни почитания, ни благоговения, то это поклон не будет. Это будет формальность, без участия души. Слово Божие есть дух, не тем ли более нужно больше объяснять? Или, допустим, ты Алексей, или там другие люди думаете, что слово Божие, которое ты услышал, оно коротко и ясно однозначно говорит? Нет, потому что у нас слишком много сектантов, которые Библию трактуют. И что, теперь и их тоже надо слушать, что ли? А то, что ты говоришь, и многие вещи говоришь, и мне страшно становится, что ты говоришь вообще, понимаешь? Я хотел коротко и ясно объяснить, то есть, ну не то, что коротко и ясно, а более, как бы сказать, подробнее объяснить саму суть происходящего о субботе. Если, допустим, кто-то говорит, что я вместе с тобой начинаю там почитать субботу или еще что-то и называя, то есть, обзывая как-то за это, ну пусть тогда обзывают Макария Великого, пусть обзывают Максима Исповедника, Дамаскина, то есть, да, Иоанна и многих других святых, потому что я оттуда все эти слова взял и сказал тебе их. То есть, да, я уже не знаю, люди сейчас не понимают, что вообще такое православие, что вообще такое Господь. Ты говоришь, что где, когда Дух Святый сказал чтить, то есть, светить, да, ты вот за это слово вцепился, светить, да, наверное, не понимаешь, что это слово значит вообще. То есть, осветите воскресенье. Да как же, и ты еще говоришь, что это от Духа нечистого, то есть, да, вот такие вот учения. Господи помилуй, что ты вообще говоришь там такие вещи-то? Я не собираюсь участвовать и уподобляться другим людям, которые там по этим телефонам начинают друг друга ругать, скандалить и так далее. То есть, да, если какие-то такие вещи будут идти, то я постараюсь вообще покинуть вашу аудиторию, в которой вы так себя там ведете. Вам, наверное, нравится вот это вот, да, вот драться собачество. Вот у нас бесы, они отличаются именно тем, что они друг друга ненавидят, они грызутся, дерутся, собачатся. То есть, да, и Господь же говорит, если любви между вами не будет, то вы не ученики мои. То есть, понимаете, вот ей слово, Дух, то есть, наша вся Церковь научит нас, что мы свое сердце не знаем, то тем, как мы можем судить другого человека? А вы судите Бога вообще, то есть, да, то есть, не самого я имею в виду Бога, да даже и самого Бога. Где Дух Святый такое сказал, что святить воскресенье? Да как же не сказал? Сам Господь наш сказал Иисус Христос, идите и проповедуйте всем воскресенье. «И созижду церковь мою». Созижду, понимаешь, вот. Это он говорит именно в то время, когда уже был Ветхий Завет пройден у нас. Когда сказал, что на Иване Пророке исполнилось все пророчество. То есть, и Господь сказал, и создам церковь мою, и врата ада не одолеют его. То есть, мы должны находиться сейчас в создании церкви. Так это же и есть Дух Святый, который говорит, потому что Святая Троица у нас неразделима. А как создалась церковь? Через Духа Святого, сошествия на апостолов. Потому что апостолы говорили не от себя. Их Дух Святый научил. Через простых людей Господь посрамил тех, которые думали, что они что-то знают. Законников и фарисеев и так далее. И когда вот эти вот скандалы у вас там идут, простите, мне вообще в этом участвовать не хочется. Но так как обещал, что более подробно постараюсь ответить, я не хочу сейчас вам соборы, примеры приводить, вы их вообще не слушаете. Они вам не нужны. Я сейчас более постараюсь по духу говорить, чтобы, может быть, кто-то из вас услышит и хоть в себя немножко придет. То есть, Господь сказал, что сози жду церковь. Теперь давай будем рассматривать, что такое церковь. То есть, как она создавалась, узнали через Духа Святаго, который сошел на апостола в день Пятидесятницы. То есть, Дух Святый, сам Господь Иисус Христос, который сказал, идите и проповедуйте воскресенье. То есть, да, и апостол, и сам, конечно же, Бог Отец, да, то есть, вот именно участвует. Потому что это вся Святая Троица, она нераздельная. Ты мне скажи, если у тебя, вот по-человечески скажу, умрет сын, то есть, да, и не просто умрет, а его будут бить, мучить и туда-сюда, ну, вот такие вот страдания, которые Господь проходил. Ты мне скажи, разве у тебя какой-то другой день будет больше этого дня? Да, конечно же, нет. Это наша церковь, это, я не знаю, мы полностью за Христом следуем, мы, я не знаю, это, надо понимать эти вещи, это не объяснишь их, это, я не знаю, как вообще можно не понимать этого. То есть, надо сердцем быть со Христом, а если человек не со Христом в сердце, то он и не понимает этих вещей. То есть, вот, у нас вся жизнь должна быть воскресение Христово, то есть, а субботство, это говорится, вот Макарий, да, египетский говорит, это есть упокоение в Господе нашем Иисусе Христе, когда мы с Ним соединяемся. И, ладно, продолжу дальше, чем это говорить, раз вы такие вещи не понимаете, да, и не хотите понимать, то есть, доказывайте, спорите, скандалите там что-то. То есть, Бог вам в помощь. Но для людей, чтобы они не смущались, и то, что обещал дать ответ, я даю его. То есть, дело в том, что, да, Господь искал, созижу церковь, то есть, да, искал, заповедовал идти проповедовать воскресение Христово. То есть, вот, апостол Павел говорит, а еще мы не проповедуем воскресение, воскресение не было, тут тщетно вера ваша. То есть, да, уклоны идут на воскресение всегда, то есть, вот, это надо понимать вообще. И дальше вот эти вот моменты, они очень сильно ясно проявляются, то есть, да, созидание церкви через Духа Святака, то есть, да, хотя ты говоришь обратные какие-то некоторые вещи. Но я сейчас тебе расскажу более подробно, то есть, да, четко и ясно, как ты хочешь услышать. То есть, церковь, так как вот эти вот ереси многие у нас шли, то есть, да, вот, Господь Духом Святым, то есть, и Святую Троицу, живя во святых отцах, как Николай Чудотворец, который, да, там, еретику по щеке ударил, то есть, да, и так далее. То есть, через многих таких святых отцов Господь создал семь вселенских соборов, много поместных соборов, то есть, вот, апостольские правила. То есть, вот, и те люди, которые крещенные, православные, то есть, они, то есть, из этих вот, из семи вселенских соборов появилось само православие. Что такое православие? Это мистическое тело Христова, коему глава Господь наш Иисус Христос. То есть, поэтому, чётко и ясно, все отцы говорили, святые наши, да, на соборах, что изволися Духу Святому и нам. И когда вот именно говорилось об этом, то есть, да, вот эти все вселенских соборов, то есть, которые сделали, которые охраняют веру православную от всей ереси. Если человек сохраняет все эти законы, то он находится в церкви. Если он не сохраняет эти законы, то, как апостол Павел говорит, что как еретик, он как бы как самоосуждён, то есть, да, то есть, и там уже действуют слова Христова, который говорит, научает, да, будет он тебе как мытарь-язычник, то есть, да, до трижды говорится человеку какие-то вещи. То есть, мы сейчас узнали, да, что человек, который не соблюдается церкви закона, именно который, да, если грехи против церкви, есть личные грехи, это разные вещи, то есть, да, если, допустим, человек не соблюдает семь вселенских соборов, он находится вне церкви. Сейчас я тебе объясню, что ты, по сути, как бы, да, вот именно своей сейчас вот упорствуя в этих вот вещах, скорее всего, можешь оказаться вне церкви. Если ты окажешься вне церкви, кому твои проповеди нужны будут? Они тебе разве принесут пользу? Не принесут. Почему? Потому что человек, который вне церкви, он что бы ни говорил, то есть, да, если раскол крови не смывается и так далее, да, чего уж говорить за другие вещи, то есть, человек, который вне церкви, он всё равно умирает и попадает, как Господь сказал, в чём застану, в том и сужу. Если человек, как ты говоришь, Слово Божие неизменно, а оно так и есть. Если человек умирает, допустим, находясь вне церкви, он также и судится, как вне церкви, то есть, да, и теперь давай разберёмся, соблюдаешь ли ты эти законы церковные. То есть, если Господь сказал сам, что сази жду церковь мою, то есть, и врата ада не одолеют её, а сейчас мы узнали, что церковь – это православие, то есть, да, мистическое тело Христово, коему глава Христос. И если, допустим, мы именно исповедуем, что православие – это есть мистическое тело Христово, то есть, значит, мы знаем, что соборы вселенские – это есть утверждение церкви нашей, да, то есть, вот, утверждение истины. То есть, значит, Господь, то есть, глава нашей церкви стоит над соборами и контролирует людей, которые, чтобы не отлучались люди от этого. Поэтому, то есть, когда начинаются говориться такие вещи, что, допустим, какие-то там батюшки, там, какие-то ещё что-то там от духа нечистого наученные, то есть, да, допустим, вот многими людьми там, да, я сейчас не буду вспомнить твои дошловно слова, то есть, да, вот именно про это, научают светить субботу, воскресенье, то есть, а не субботу, то есть, да, то им там дух нечистый нашёптывает. Я сейчас тебе докажу обратное. То есть, смотри, соборные постановления, за которые говорится, то есть, да, если ты в церкви, то есть, да, они говорят, что если ты три воскресенья пропустил литургию, то такой человек, раньше по правилам вселенским, он отлучался от собрания церковного благодатью Духа Святаго. То есть, о чём это говорится? То есть, дальше есть соборные постановления, которые говорят, что вот именно воскресенье, как ты говоришь, воскресенье – это только Пасха, то есть, да, вот именно, то есть, мы должны её, как бы, вот именно, как День Господень, остальное все воскресенья, они не являются. А церковь говорит, что каждое воскресенье есть Малая Пасха, понимаешь? Поэтому земные поклоны нельзя делать в церкви. То есть, ну и церковь повелевает ходить обязательно в церковь. То есть, ты всё вцепился в слово «светить». Что такое слово «светить»? Ты хоть сам пойми, ты как вот вцепился в слово и пытаешься слово доказать, как пятидесятник какой-то, или там, допустим, как баптист какой-то, вот, евангелист. То есть, они любят так делать, то есть, да, вырывают слово из текста, как адвентисты, и начинают смущать овечьих христовых. То есть, вот. И пытаются своим скудоумным умом понять слово Божие, которое говорится Духом, которое есть Дух, которое есть Бог. И если всё Святое Писание и церковь наша говорит именно про то, что мы своё сердце не можем понять, то как же ты можешь рассуждать и доказывать, кричать, орать там друг другу, там, обзывать друг друга, то есть, да, и какие-то вещи говорить. Это же неразумно. То есть, это очень страшно, вот эти вот моменты. Приведу пример Святого Отца. Когда он стоял именно, да, ему сказали, что, а, это солнце? Он говорит, я всю жизнь слышал, что это солнце. Но солнце ли это? Я не знаю. То есть, вот это и есть смирение, которое Господь нас созидает. То есть, да, и вещи этого порядка, то есть, да, вот именно ты говоришь, что в третьем веке ты прочитал, что оказывается, то есть, да, ты подтверждаешь эти слова, что научили светить воскресенье. То есть, да, еще и говоришь, что это как бы вот от нечистого там, да, то есть, как бы показывают эти вот вещи. То есть, вот как может нечистый научить светить воскресенье? Что значит слово «светить»? Давай в нем разберемся, как и в поклоне, да, то есть, вот есть какие-то чувства определенные должны быть. Господь нас в четвертом, в четвертой заповеди Ветхого Завета научает нас именно весь день, то есть, все свое сердце посвятить Богу. Слово «светить», оно, по сути, если, допустим, ты свое сердце не будешь Богу посвящать, как Господь и евреям показывал, что вы неправильно понимаете, вы обряд делаете, а сердце ваше далече от меня отстоит. То есть, да, значит, это слово «светить» – это имеется вот именно, как Господу все сердце свое отдать, то есть, да, вот именно. Так как может сатана научать именно, как ты говоришь, «светить воскресенье», то есть, да, «чтить Бога нашего в этот день» может сатана научать? Я не знаю, что вы там говорите, что у вас там происходит с головами. Вот когда ты начинаешь говорить людям, что в мире происходит, то дай Бог, чтобы Господь тебе помогал. Ну, когда ты начинаешь именно, понимаешь, учить о церкви, не просто о церкви, да, то есть, о самой, допустим, Библии, то есть, да, которая и есть в церкви, то есть, это неразделимые вещи, то есть, вот, потому что глава церкви – Христос, а Библия – это и есть Слово Божие, а Слово – это и есть Бог. Это все одно и то же, то есть, да, вот именно. А ты говоришь, что в III веке там в церкви там научили там святить там воскресенье. Да у нас вся жизнь воскресенье, потому что если нет воскресенья, то есть, мы должны жить этим воскресеньем, а если его нету, то тщетные веры наши, понимаешь, вот. Если вы, допустим, начинаете говорить, что люди там что-то придумали, это вот написано в Библии, то есть, да, а здесь там на собор где-то что-то там святые, там люди это просто говорят. То так говорят все еретики, понимаешь, вот. Я не хочу, чтобы ты в это лез, зачем тебе это надо? И если я сейчас тебе доказал, что церковь – это и глава Христос в церкви, да, то есть, значит, и Слово Божие в Библии – это тоже Бог, потому что Святой Иван Богослов говорит, и Слово было Богом. То есть, да, это и есть вот Слово Божие, и Сына Божие называют именно Богом Слово. Поэтому все вот эти вот вещи, надо их понимать, вы их не понимаете. И когда Господь сказал, что создам церковь мою, и врата Ада не одолеют, то есть, Господь ее сохранил именно законами, чтобы люди понимали, что есть свеленские соборы, которые именно охраняют это все. И наша церковь, которую Христос создал, Он нас научает светить, то есть, да, как ты говоришь, светить, то есть, вообще Он нас научает сердце Богу отдавать всегда, каждую минуту, каждую секунду. То есть, да, трезвение учат, непрестанные молитвы Иисуса. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Вот это и есть обновление во Христе Иисусе Господе нашим. И для Бога Отца нету никакого высшей дня, как воскресения Христа Бога нашего. И нету тяжелее дня, как убили Господа нашего Иисуса Христа. Как можно другой какой-то день или еще что-то больше поставить? Да это неправильно, такого быть не может. Но так как этот день больше или меньше не ставится, я тебе и пытался в том моменте объяснять слова святого Макария Великого, святого Златоуста Ивана, святого Ивана Дамаскина. Я уже перечисляю этих отцов. Хорошо, найди требник Петра могилы, который, да, вот именно воскрес, приснился человеку и сказал, иди откопай меня. То есть, они пошли, откопали, и он встал из могилы. Тем самым показал, что он святой у Господа. И именно про скамиде, которое сейчас совершается, это от него пошло. Именно, знаешь, вот именно Господь полноту все больше и больше добавляет, потому что разом нам в сосуды грешные что-то влить невозможно. Самый Господь сказал, теперь вы вместить не можете. Но когда придет Дух Святый, Утешитель, он вам все возвестит. И поэтому Господь со временем, сперва один Вселенский Собор, потом другой Вселенский Собор, и набралась полнота, потому что полнота в церкви – это семь. А восьмой Вселенский Собор, который был, он еретический. И что делают сейчас вот именно еретики? Ты посмотри, они собирают вот это вот, есть всемирное православие, как они называют его, там все католики, баптисты, мусульмане, эти как их там, иудеи, да кого-то там нет, индийцы там, магисты какие-то, непонятно что. Вот это их православие, то есть, да, вот именно. И они сейчас вот именно что делают? Они выпускают закон такой, что и говорят, что на Вселенских Соборах была ошибка, ошиблись, надо почитать в субботу, светить в субботу и так далее. То есть, вот. И они сейчас именно это вводят. Почему они это вводят? Потому что они Христа ненавидят. Понимаешь? И вот эта вот вся зараза, то есть, кто вводит, да, еретики, разве от еретиков может быть что-то такое хорошее, доброе? Так если Господь уже через 7 Вселенских Соборов установил, зачем сейчас говорить, что там ошибки были? Тот человек, который говорит, что в 7 Вселенских Соборах была ошибка, он отлучается от церкви. И вы слишком много там в своих речах говорите такие вот вещи. Ну, это церковь, это там сказано в соборах там людьми. Я вот тебе цитирую Слово Божие. Вот там сказано коротко и ясно «святить субботу». Что ты за это слово «святить» вцепился? Господь нас научает сердце своему, а Он говорит, «отдашь мне сердце своё, Сыне». То есть, да, Господу важно чувство наше. И слово «святить» является именно тем моментом, чтобы мы то есть, именно сердце Богу своё отдавали, чувство Богу отдавали. Святые отцы все учат богомыслию. Что такое богомыслие? Когда ты думаешь о Господе и чувствуешь, как ты любишь Его, как ты хочешь к Нему, как тебе трудно без Бога. И вот эти вот все чувства, которых множество, то есть, да, горение, то есть, жажда правды, которую Господь сказал в блаженствах, заповедях. Вот эти вот все, вот эти чувства, это есть богомыслие. И Новый Завет, то есть, та церковь, в которой Господь говорит, что создам, и врата ада не одолеют её, Господь сохраняет семи вселенскими соборами, которые держат человека, чтобы он не отлучился от Христа Бога нашего. Потому что мы только через Христа можем в Царствие Небесное войти. Он есть дверь, в которую можем мы войти. И поэтому вот эти вот все моменты, которые люди говорят, что вот это на соборах было, это там люди, и поэтому люди ошибки делают, то есть, да, это всему учат еретики, которые Господа ненавидят. Как же слова «изволися Духу Святому и нам»? И как батюшка Серафим Саровский сказал, что эти люди, они связаны в вечности? Связаны чем? Архиерейским собором, который Господь сказал, даю вам власть вязать и решить. Кому оставить и грехи оставятся, кому отпустить и отпустятся. Поэтому и карфагенские учители у нас всегда говорили, Киприан Мученик, что церковь епископе, а епископ в церкви. Вы поймите эти вещи, что нам самое главное в церкви быть, то есть, в православии. А православие это есть мистическое тело Христова. Коему глава Христос. Поэтому, соблюдая семь вселенских соборов, которые нас всегда и везде научают именно о воскресении Христовом, вся наша вот именно двухтысячелетняя жизнь, она идёт проповедь о самом воскресении. Поэтому, вот эти вот слова, вцепляться за слово, и говорить, чтить субботу и так далее, то есть, это неправильно, потому что и апостол Иаков в каком, в первом веке ещё первый был собор у нас такой, да, вот именно поместный в Иерусалиме, где отменились, не то, что отменились, а упразднились понимания иудейские, то есть, о законах. И сказано апостолом Павлом, что закон никого до совершенства не довёл. И они также, святые отцы, говорят, что именно Господь не шесть дней себе взял, то есть, допустим, как бы сказать, а один людям отдал, то есть, как бы сказать, Он не довлел над людьми в Ветхом Завете, Он дал им самое малое, то есть, Он говорит, шесть дней себе возьмите, делайте, один только мне оставьте, а Новый Завет, ту церковь, которую Господь создал, Он всю жизнь, говорит, посвяти Мне, непрестанно молитесь, Иисусову молитву у нас учат, и вот это вот именно есть самое главное, то есть, церковь, которую Господь создал, нам самое главное сейчас, если мы умираем, то в ней хотя бы умереть, то есть, и когда вы начинаете именно Слово Божие понимать неправильно, то есть, учить о субботстве, о святить субботу, в воскресенье, нигде такого нет, что святить, да ты что, мы вся жизнь, у нас идёт в воскресенье Христово, мы всю жизнь должны помнить о воскресенье Христово, чтить Его, светить Его, поклоняться Ему, и так далее, то есть, выше дня этого нету ни одного дня, но чтобы ты понимал в прошлой проповеди, я тебе объяснил, что это, как бы сказать, не как бы сказать, а конкретно говорю, что все святые соборы нас научают, что именно субботство вечное во Христе мы должны принять, поэтому Слово Божие, которое сказано в Ветхом Совете, оно истинное до конца, но мы неправильно его понимаем, если я тебе говорю, столкование святых отцов, не которые просто один человек какой-то сказал, а принято вселенскими соборами, то тогда как ты можешь это отвергать, а если ты отвергаешь, то значит ты вне церкви, и любая твоя проповедь, которую ты говоришь, она не приведет тебя ко спасению, потому что только через Христа можно войти в Царствие Небесное, только быть в церкви, находясь в церкви, что значит, почему люди все хотят находиться в церкви, почему боятся ереси, потому что через только таинство приходит благодать, если человек отвергается таинств, то есть, да, вот наши, которые в церкви есть, то есть, без этого благодать не придет, а без благодати невозможно спастись, об этом святой Симеоновый Богослов сказал, что это самая злейшая ересь, которой говорят, раньше благодать была у апостолов такая, а у нас сейчас нет, это самая злейшая ересь, которая вообще может быть, то есть, да, вот именно, и поэтому вот я начал я тебе говорить за Петра могилу, почитай требник у него, там даже в этом требнике четко и ясно даже написано, прям черным по белому, что именно воскресенье в наша жизнь заменило субботу, ты все спрашиваешь, где это написано, то есть, вот, ну посмотри, почитай, достань Петра могила требник, а он как, я же тебе говорю, да, приснился людям, сказал, раскопайте меня, он встал, поднялся, дал указание, что надо за упокой молиться, то есть, и опять уснул, опять закопали его, это же великое воскресенье такое, которое было вот с этим человеком, с Петром могилы, митрополитом киевским, и поэтому все ваши вот эти вот рассуждения, споры, крики, драки, вы только раздражаете людей, друг друга раздражаете, зачем вам это надо, сейчас люди гибнут, сейчас вот эти вот ролики, которые выходят, один такой, другой сейкой, третий это, это все не Христово, сейчас все Царствие Небесное плачет об одном грешнике, который погибает, сейчас священники между собой не могут найти никакого общения, дерутся, скандалят, и вот знаешь, вот некоторые сестры, я просто удивляюсь над ними, они намного выше нас всех стоят перед Господом, они видят, что, допустим, как и мы говорили, что, если человек, допустим, получил какую-то там хератонию, допустим, да, и он получил именно от тех людей, которые имеют апостольское, апостольскую благодать, то есть, да, именно, то есть, и видят, что все между собой ругаются, но при этом всем, все стараются Господу служить, сохранять законы, то есть, не впадать во всякие ереси, екуменизм, так далее, и тому подобное, то есть, вот, что эти женщины делают, я удивляюсь над ними, они не слушают вообще, когда, допустим, один батюшка говорит плохое про другого батюшку, они даже не спорят ни с кем, не заставляют, чтобы один другого научился почитать, примириться или еще что-то, они просто звонят мне и говорят, батюшка, помолись вот об этом батюшке, а я знаю, что они ему звонят и говорят, помолись вот о бладыке за семью, то есть, да, и даже не спрашивают то, что думают, то есть, вот эти вот люди, они настоящие дети Христовы, потому что сейчас, мир гибнет, у нас вся, вот смотрите, суть какая, что православие вообще, в чем оно заключается, Господь нас научает, что он сам, вот, сын Божий, он пошел на смерть и воскрес, для чего? Для спасения человеческого, да, то есть, вот, Матерь Божия оставляет рай, идет на землю, то есть, на земле находят, спасают человека, да, все пророки убиты были ради спасения человеков, потому что проповеди о Господе говорили, то есть, вот, вот, и у нас вся церковь, да, вот, священники, все, кто есть, то есть, да, они должны участвовать во спасении людей, то есть, если этого нету, то тогда мы не Христовы дети, Господь скажет, ты мне не нужен, мы должны участвовать во спасении людей, то есть, они не драться, не ругаться между собой, это все не нужно нам, Господь не сказал человеку, который спросил, а как быть, если человек меня не слушает, я ему говорю, согрешает передо мной, Господь сказал, иди обличи его кротко, если не поймет, позови свидетеля, если нет, скажи церковь, если нет, да будет как мотарь-язычник, Господь не сказал, обзывай его, что ты такой, ты бес, ты такой, ты прокаженный, ты иудей, и вот эти обзывания какие-то идут, у нас этого в православии нет, братья и сестры, я не знаю, откуда вы берете это вообще, это ненормально, такого не должно быть, если, допустим, апостол Павел гневно сказал убийцам Христа стена подбеленная, так он правду сказал, он то же самое сказал, что и Господь говорил, он именно дал понять, что стена подбеленная, что ты снаружи один, а внутри ты другой, и Господь сказал, гробы окрашены, апостол Павел ничем никого не обозвал, вы хоть раз видели вообще, вот именно святых отцов, вот вы читаете апостолов, еще что-то, разве они так себя вели? Вы можете грехи совершать, или человеческие, мы должны их терпеть друг у друга, которые есть, но когда есть грехи против церкви, мы должны отсекать мгновенно, то есть именно как мгновенно, с тремя этапами, как и Господь наш Иисус Христос научил, поэтому, если ты, Алексей, в церкви находишься, то тогда ты должен соблюдать всем вселенских соборов, они все нас учат, именно как ты вцепился в это слово, светить, не светить, это есть именно сердечное наше чувство к Богу, об этом святой Феофан Вышинский пишет, об этом я тебе в той и другим многим людям пытался объяснить в той проповеди, и о вечном субботстве наша церковь так учит, я его, понимаете, не где-то взял из головы и вытащил, я вам говорю то, что исповедует всем вселенских соборов, это та церковь, которая сказала, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют, то есть какую церковь, которую Христос создал, то есть, значит, до этого не было ее, а создал, когда Дух пришел святый на апостолов, и апостолы начали проповедовать, епископов поставлять, и церковников, и так далее, поэтому святые старицы у нас, которые есть, они говорят, что, когда пришли, от какой вот этот батюшка, какой вот тот батюшка, они говорят, старец говорит, что есть батюшка хорошая, а есть ещё лучше. Улыбнулась и перестала обсуждать. Дело в том, что эти вещи, они важны. Если ты хочешь Господу служить, оставь цитировать Библию. Оставь, не надо тебе это. Вот эти слова, как Господь говорит, по делам их узнаете, и то, что вы дерётесь, как собаки там между собою, обзывая, если Господь говорит, что через святые, что вы своё сердце не знаете, то как же тогда вы можете говорить такие вещи друг другу за Господа, за Духа Святаго, и много-много всего непонятного. Ты начинаешь цитировать, что если мы, допустим, нарушим, как ты говоришь, одну заповедь, как говорится, и научим так людей, то малыми в Царстве Небесном наречёмся. И ты говоришь, ну, если человек нарушит одну заповедь, ничего в этом страшного не будет. Да ты сам же против Евангелия говоришь сейчас эти слова, потому что ты не знаешь сути православия. И толкование святых отцов говорит об этом, о словах об этих христовых, что малым в Царстве Небесном это означает, что это не рай. Вы почитайте святых отцов немножко, поучите, а то вы не знаете ничего и начинаете учить людей, баламутите, дерётесь между собою, эмоции проявляете сильные. А откуда это всё у вас идёт? Когда, допустим, кричите, ты там, ты еретик, ты это там ещё, да откуда же это идёт? Ну что, разве есть такие у нас вещи, что ли? Да нет таких вещей. И я сейчас тебе привожу за апостола Павла, который как убийцам ответил Господа, да, стена подбелённая. И то, когда его ударили по щеке и сказали, как ты первосвященника принародно называешь. Он говорит, простите, братья, я не знал, что он первосвященник. То есть, понимаете, мы должны иметь Христово сердце. Христово сердце вы хоть раз у Христа видели, чтобы он кого-то обзывал, как вы там друг друга обзываете. Это же ненормальные вещи. Вы посмотрите немножко в это. Если плоды такие от тебя исходят или от другого человека, то знайте, что вам нет благословения рассуждать о Духе Святом, о Святой Троице, а цитировать слова Библии. Поэтому я и пытался более-менее это объяснить. Если, допустим, одно слово поклон, да, мне пришлось немножко это объяснять, так я же это тоже от Святых Отцов взял. Меня когда рукополагал, владыка мой, он мне сказал, что если ты будешь сохранять законы вселенские, я буду всегда с тобой рядом. Если ты не будешь сохранять, то я тебя не знаю. И вот сейчас этот старенький архиерей с белой бородкой, с белой головкой, ему под 90 лет уже, и когда он мне звонит и говорит такие вещи, говорит, владыченька, так хочется приехать тебе и ножки твои поцеловать. И мне так становится, я говорю, да что вы говорите, владыка, мне хочется провалиться куда-нибудь со стыда. Это мне надо во ножки целовать. И Господь нас соединяет духовно. И мы стараемся жить. Стараемся жить и сохранять чистоту православия. Для чего сохраняется закон? Только для того, чтобы люди не погибали, понимаете, чтобы они оставались в церкви. Если всё небо плачет об одном погибающем, а вы друг друга тычете, ты еретик, да ещё и начнёте, я не удивлюсь, да чтоб ты сдох, да чтоб ты в ад попал, да чтоб ты это... Оно этим и закончится у вас. И хотя уже многие такие подобные разные вещи, они исходят. И пусть там от тебя одно слово, от другого другое слово. И начинайте скандалы эти, участвовать в этих скандалах. Также от апостола Павла я сказал, что он назвал те вещи, которые говорят о субботе, это тень будущего. Почему так вот скажи, он мне сказал? Потому что он сказал, что никакой закон не доводит до совершенства. И он это объяснял, это и евреям всё писал там. Объяснял и говорил, что вот эти вот именно законы, то есть во Христе Иисусе, они в духе исполняются. И закон никогда не доводит до совершенства, до спасения он не приводит. Ты хоть десять заповедей соблюди. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...